Приветствуем уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. Конфликт между Шакра Молодым и хозяином Узбекистана Гафуром Рахимовым грозит перерасти в войну. Источник ВЧК ОГПУ говорит, что одним из первых дел, которые предстоит решить после освобождения вору в законе, один Захару Калашову, Шакра, это конфликт с авторитетным бизнесменом из Узбекистана Гафуром Рахимовым. Причем конфликт грозит перерасти в настоящую войну. По словам источника, события развивались следующим образом. У бизнесмена, подконтрольного Шакра, возникли финансовые разногласия с супругой Гафура. Речь шла о крупной сумме, в 7 миллионов долларов, в ситуацию мигом вмешался Рахимов и послал предпринимателя подальше. Коммерсант обратился за помощью к авторитетам, Мартину Бабакихяну и Александру Захарову, Сандра, которые на время отсидки представляют интересы Шакра на воле. В результате, Мартин и Сандра договорились о встрече с Гафуром и его супругой. Но разговор не заладился с самого начала, в результате Рахимов, на фоне сильно ругающейся жены, тоже отправил визитеров от Шакра куда подальше. К этому можно добавить и почти родственную обиду, нанесенную Гафуром Шакра, пока тот сидел в колонии. Названный сын Шакра криминальный генерал Гурам Чехладзе, Квижаевич, как-то поехал на не очень удобную беседу с законником Надыром Салифовым, Лоту Гули. Однако неожиданно на встрече оказался авторитет из Казахстана Арман Джумагильдиев, Арман Дикий, который не раз вместе с Гули, выполнял особые задания Гафура в криминальном мире. Квижаевич в качестве поддержки взял с собой Мартина Бабакихяна. Однако разговор пошел не по плану. В результате Арман Дикий избил Квижаевича. Мартин вынужден был ретироваться и не смог помочь сыну Шакра. Чуть ранее в СМИ говорили, что Шакра послужит интересом России в Центральной Азии. В преддверии намеченного на весну лета выхода лидера преступного мира Захария Калашова, ему предстоит решить проблему, как собрать воровскую империю, которая развалилась за время его заточения. Еще 10 лет назад империя Шакра охватывала не только Россию, но и все пространство бывшего Советского Союза. Сегодня ситуация изменилась коренным образом. Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан выпали из орбиты влияния, а бывшие вассалы сегодня ведут самостоятельную игру. К примеру, Узбекистан откололся от империи после конфликта Калашова и Гафура Рахимова на фоне финансовых разногласий. Теперь перед Шакра стоит непростая задача заменить главное лицо узбекского преступного мира на лояльного себе человек, что не так-то просто, Гафуру удалось закрыть всех приближенных Шакра в Узбекистане. Аналогичные проблемы есть и в других республиках бывшего Советского Союза. Решение об освобождении Калашова было принято в высоких кабинетах вовсе не за деньги Сваровского общака. По данным ВЧК ОГПУ, на Лубянке всерьез задумались о параллельных рычагах влияния на преступный мир соседних стран, и именно для этих целей Шакра освобождают на два года раньше положенного. Шакра молодого с нетерпением ждут на свободе. Источник ВЧК ОГПУ рассказал, что весь российский криминальный мир извещен о крайне знаменательном для него событии. В конце весны-начале лета 2024 года на свободу выйдет вор в законе номер один Захарий Калашов, Шакро молодой. Срок у него заканчивается в 2026 году, однако попытки выйти досрочно уже предпринимались. Теперь же все решено. Уже пройдена медицинская комиссия, которая показала, что по состоянию здоровью Калашов в марте ему исполнится 71 год, не может дальше пребывать в колонии. Пока это еще начало медицинского пути к свободе, но источники утверждают, что решение об освобождении принято высоко и никто помешать не сможет. Вскоре после дня рождения Калашов выйдет на свободу, и об этом извещены российские мафиози. Ранее в СМИ писали, что подручный Шакро молодого Бекмурадов отправился в зону спецоперации. Экс-майор ВДВ, подручный вора в законе Захария Калашова, Шакро молодой, Батыр Бекмурадов, осужденный в совокупности на 15 лет лишения свободы, отправился из колонии строгого режима в Липецкой области, где отбывал наказание. В зону проведения специальной военной операции на Украине несколько недель назад он командует одним из подразделений, сообщили источники коммерсанта. Издание отмечает, что 53-летний Бекмурадов не раз обращался в Минобороны и Чевка Вагнер с просьбой направить его в зону боевых действий, однако получал отказ. Экс-майор ВДВ в 2018 году был приговорен к 9 годам лишения свободы за участие в вымогательстве, статья 163 УК, в составе группы из более чем 10 человек, а в 2021 году, к 6 годам за организацию похищения 2016 году бизнесмена. Гражданина США Бориса Минахи по статье 163 УК «Похищение человека» и статьи 330 «Самоуправство». Бекмурадов и сотрудники его ЧОП-защитник принимали участие в конфликте со стрельбой возле ресторана корейской кухни Елеменс на Рочдельской улице в Москве. Этот инцидент стал одним из эпизодов в деле Шакро Молодого и его подручных. В материалах дела говорилось, что Калашов проявил интерес к ресторану, которым владела Жанна Ким. У нее был заключен контракт на ремонт в ресторане с дизайнером Фатимой Мясиковой, входившей в окружение вора в законе, дружила с гражданской женой Шакро и была в близких отношениях с другим подручным Калашова Андреем Кочуйковым. Однако качеством ремонта Ким осталась недовольна и платить Мясиковой отказалась. По данным гособвинения, криминальный авторитет решил учитывать это обстоятельство для завладения имуществом Ким. Шакро распорядился добиться от нее передачи 8 миллионов рублей. Под видом погашения якобы образовавшейся задолженности перед Мясиковой. 14 декабря 2015 года люди Калашова заблокировали хозяйку ресторана в здании. Она позвала на помощь экс-сотрудника КГБ Эдуарда Буданцева и его помощников. Переговоры завершились перестрелкой, в ходе которой два человека из числа сопровождающих Кочуйкова были убиты и еще семь участников конфликта получили ранения. Одновременно с отправкой Бекмурадова в зону боевых действий его адвокаты активизировали усилия по возврату имущества и денег, которые были изъяты следователями после инцидента с перестрелкой. Как рассказал коммерсанту адвокат Бекмурадова Ярослав Покулин, в 2016 году по делу его подзащитного были изъяты почти новые BMW 730 и два внедорожника Nissan Patrol, а также 3000 долларов и 4000 евро и 43 тысячи руб. Как отмечает издание Бекмурадов, занимаясь боевой подготовкой военнослужащих новых подразделений, надеется, что автомобили помогут на передовой. Машины были оформлены на шофера-десантника, который по уголовному делу шефа стал свидетелем. С 2016 за ним накопилась большая сумма задолженности за транспортный налог, что стало причиной личного банкротства. По словам Покулина, из текста приговоров следует, что сами машины не имели какого-либо доказательственного значения по обоим уголовным делам, они не были предметом вымогательства и не использовались для совершения преступлений. Он подчеркнул, что суд ни разу не захотел осмотреть их, гособвинение на этом не настаивало, а защита лишь просила вернуть имущество владельцу или выдать на ответственное хранение. «Изъятое имущество и деньги суд не арестовывал, не конфисковывал, поэтому мы считаем удержание необоснованным», – уточнил адвокат. Покулин рассказал, что суд предложил решить все вопросы с имуществом СГСУГУ МВД, но ведомство не обеспечило доступ защитников к активам, ссылаясь на то, что расследование уголовного дела Прочдельской продолжается, так как в нем фигурируют неустановленные лица. Как Шакро припомнил Атару решение по Бадре. Как стало известно прайм-крайм, российский вор номер один Захарий Калашов, более известный в криминальной среде как Шакро, заявил о несоответствии Армана Джаниняна, бывшего протяжегули, занимаемому им положением. О своих претензиях Шакро сообщил 62-летнему вору в законе Атару Таточи, перекрестившему Армана три года назад. По мнению Шакро, сегодня Арман не достоин быть вором, из-за того, что в лагере, где он когда-то отбывал наказание, в то время гулял Ха. Краткое, то есть творился жуткий беспредел, с которым вор был не в праве мириться. Справедливости ради, на тот момент времени Калужский уже не был вором, хоть и продолжал считать себя таковым, и в личном плане был безупречен, однако не имел ни полномочий, ни рычагов, чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию. По словам источника, обвинять в этом Армана все равно, что спрашивать с Бадре за то, что он, будучи в Красноярске, не разморозил управу, тем более, что это намного более свежий пример. Поговаривают, что с тех пор, как Армана вернули в семью, его дела быстро пошли в гору, и в финансовом отношении он оказался успешнее многих своих собратьев, с большинством из которых, несмотря на разную клановую принадлежность, у него сложились добрые отношения. Впрочем, Жирок, который успел нагулять Джининян, сам по себе едва ли удовлетворил бы львиные аппетиты вора номер один, который и сам в 2019 году не возражал против того, чтобы Калужскому вернули имя, и, разумеется, не мог не знать, где и как он сидел. В любом случае, за его наездом на Армана следует искать более серьезные смыслы, которые еще только вызревают в гроссмейстерском уме шакро. Одна из возможных целей проявленной агрессии от Артаточия, единственный из тяжеловесов своего поколения, при участии которого были зафиксированы претензии Менгрелов к Бадри. В этой связи нейтрализовать Атара путем его дискредитации, на примере Армана пошло бы на пользу их, шакро и Бадри, общему делу. Вторая цель – Намик, который после гули для шакро с его идеей централизации власти в одних, его собственных, руках, как кость в горле. Не исключено, что в будущей партии, которую шакро рано или поздно разыграет против Намика, Арман станет предметом торга. Что касается лишения Армана воровского титула, о котором как о свершившемся факте поспешили сообщить некоторые телеграм-каналы, его не состоялось. По итогам разговора шакро и Атара, Намик сказал, что судьба вора так не решается. Если кто-то имеет карману, пусть собирает сходку и завет его официально, либо это сделает сам Намик, чтобы снять все вопросы. С учетом близости Армана к Намику, который полностью контролирует Турцию, не стоит рассчитывать, что сомнительную инициативу шакро поддержит кто-то из постоянно проживающих там воров. Клан главного вора в законе России оказался самым влиятельным на Украине. Клан лидера преступного мира России, вора в законе Захария Калашова, Шакро Молодой, является самым влиятельным на Украине. Об этом в четверг, 18 января, ленте. Ру рассказала главный редактор информационного агентства, Prime Crime Лиля Харина. Преступный мир Украины, так же, как и России, находится под влиянием семьи Шакро Молодого. При этом в обеих странах главными ворами в законе являются кавказцы, рассказала Харина. Если же говорить о главных ворах в законе Украины, то Сергей Лысенко, Лера Сумской, давно обосновался в Анталии, Андрей Недзельский, неделя, лишился воровского титула еще в 2019 году, а Владимир Дрибный, Полтава, скончался два года назад. Добавить к списку ключевых украинских воров, так же можно Валерия Шеремета, Шарик, из Одессы, и Василия Русана, Вася Ушатый, из Киева, отметила Харина. Что касается соседней Белоруссии, то там, по словам главреда Я Прайм Крайм, главным вором в законе по-прежнему является Александр Кушнеров, Саша Кушнер. Кушнер хоть уже и не провозглашается силовиками, как белорусский вор номер один, но фактически им является, поскольку все прочие отправлены за решетку, сказала Харина. Как Шакро Молодой обратился с воззванием к собратьям. Как стало известно Прайм Крайм, по прошествии 14 лет с начала конфликта, породившего самый глубокий раскол в воровском мире, его признанный лидер, 70-летний вор в законе Захарий Калашов, более известный в криминальных кругах как Шакро Молодой, вышел с инициативой раз и навсегда положить конец распрям. В своем судьбоносном, как называет его сам Шакро, обращении самый авторитетный российский сиделец обозвал сегодняшнюю ситуацию, в которой оказался воровской мир коллапсом, то есть состоянием, приближенным к смерти. Особой миссией, которая лежит на нынешнем поколении воров, Шакро ни много ни мало считает спасение и продолжение воровского. Для этого Главпахан призвал униженных забыть об оскорблениях, не спрашивая с тех, кто их нанес, и разойтись миром. Вторым важнейшим пунктом его послания, плавно вытекающим из первого и обозначенным в нехарактерном для воровских маляв постскриптуме, является пересмотр всех воров, принятых в семью в одностороннем порядке после раскола, которых Шакро называет навязанными. Таким образом, в число навязанных попадают Сергея Сатрян, Камчи, Сухач, Гия Свердловский и добрая треть всех ныне здравствующих, включая нескольких родственников Шакро. Напомним, пресловутый конфликт начался с того, что Аняни и Джангвеладзе избили к ватию, приближенного Шушинашвили. Потом случилась драка Галея с Пичугой. Шакро тогда по своему обыкновению сидел в тюрьме, а на воле всем заправлял ныне покойный дед Хасан. С подачи последнего окружавшая его масса воров, включая свадебного генерала Япончика, вынесла в отношение Аняни и Джангвеладзе несвойственное для воров заочное решение, которое впоследствии стоило Япончику и Хасану жизней. Соответственно, возвращение воровского титула Маха, которого подозревают в организации убийства Япончика, говорит о том, что свою пулю Япончик поймал заслуженно. В своем крике души Шакро также признал поспешность заочных решений. Согласно древней формуле «разделяй и властвуй», конфликт является неотъемлемым инструментом управления. Дед Хасан, как любой властелин, это прекрасно знал и, как мог, подогревал страсти. То, что было хорошо для Хасана, было на руку и Шакро, пока он был на свободе. Но попав за решетку, Шакро, при всем своем колоссальном авторитете, стал утрачивать влияние и конфликт перестал быть в его интересах. В приоритете оказался мир. Изначально равноправные воры отличаются друг от друга размером своих амбиций. Для тех, у кого они зашкалевают, самой вожделенной является слава миротворца. Недаром Шакро так всполошился, когда Гули примирил свой клан с Джангвеладзе. К слову, то была первая и единственная успешная миротворческая инициатива, которая до сих пор скрепляет гулиевцев и мирововских приятельскими узами. Как бы там ни была роль спасителя воровского Шакро уже не отдаст никому. Очевидно, что главным выгодоприобретателем предложенного Шакро общего расхода станет Триэл Аняне, сакральная жертва рокового заочного решения, все еще имеющего силу. Не решив свой вопрос, по-воровски, Триэл не может собирать сходки. Даже если бы за него сходку собрал кто-то другой, пока есть конфликт, противная сторона на нее не придет. Резать, доказывая свою правоту, всех, кто его объявлял, включая Костю Шрама, Сливу, Забаву, Воскреса, Вову Питерского и других, Триэлу не с руки. Как ни крути, без перемирия не обойтись. Насколько известно, пока Аняне отбывал срок, их тандем с Джангвеладзе распался. Освободившись в октябре прошлого года, Триэл не позвал Мираба на бракосочетание дочки и до сих пор не встретился. Зато заключил Альянс Шакро, который в его отсутствии дает Аняне все шансы на позицию главного российского вора.